18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа-регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Нам это не нужно. Надо там сквер, фонтан сделать, что угодно. В городе мало таких зон. И вновь продолжается бой. Администрация не останавливает противостояние скандальной стройки в центре города. Глава «Анапа» призвал депутатов подключиться к решению проблемы. Разным группам, разным сегментам нужен разный продукт. Яркие грани курорта. В рамках туристской выставки обсудили новый бренд «Анапы», как пример узнаваемости и для других курортов Кубани. Когда заходишь в это учреждение, действительно видно, что это дом. Дом для учеников, дом для учителей. О достижениях, планах эстетизации гуманитарного образования. Большая семья под названием «Аврора» отметила юбилей. Сегодня прошла первая в этом году сессия Совета муниципального образования «Город-курорт Анапа». Заседание было очень содержательным. Депутаты рассмотрели 20 важных вопросов. Глава «Анапы» Юрий Поляков принял активное участие в обсуждении и в завершении сессии поблагодарил народных избранников за принятые решения в градостроительной политике, социальной и других сферах курорта. Первые в повестке – кадровые вопросы. Депутаты согласовали на должность начальника правового управления кандидатуру Владимира Садовникова, на должность начальника управления сельского хозяйства Василия Павленко. Серьезные изменения коснулись нормативов градостроительного проектирования. Если раньше на одну тысячу жителей застройщик должен был запланировать всего 40 машиномест, то сейчас на одну квартиру полагается одно парковочное место. Эта инициатива главы «Анапы» Юрия Полякова поддержана депутатами. Мы приняли решение максимально ужесточить требования к нашим застройщикам, в части, касающейся именно организации стоянок и парковок. Поэтому предложение комитета проголосовать «За». Юрий Поляков раскритиковал подход топонимической комиссии в выборе наименований «Анапским улицам». На сессии обсуждали название нового проезда в станице Гастагаевской. От частного вопроса глава «Анапы» перешел к общему. Название улиц я вообще не понимаю, откуда оно берется. У нас свои есть жители, те, которые погибли, герои. Можно назвать улицу «Анапчан», «Анапчан», ну к примеру, я не знаю. Еще мы сразу не вынесем и не примем какое-то решение. Председатель Совета депутатов Леонид Кочетов поддержал мнение главы «Анапы» и рекомендовал архитектуре готовить свои предложения к следующей сессии. Сергей Федорович, сейчас вместе с историками у нас проводится работа в таком формате. Трущенко Александр Иванович, заведующий отделом краеведения, взяли такую инициативу. То есть мы взяли весь перечень улиц, делаем выборку всех улиц, которые названы у нас героями, именно и по России, и что касаемо именно «Анапы». И все, что у нас есть, что добавить, мы будем рекомендовать. То есть эта работа уже ведется. Первая сессия, безусловно, задаст тон на весь год. Юрий Поляков подчеркивает, приняты серьезные для будущего «Анапы» решения. Уважаемые депутаты, я хочу вас поблагодарить. Хорошая сессия, рассмотрено много интересных и важных вопросов, те, которые в дальнейшем будут влиять на жизнь наших жителей города, курорта «Анапы». Особенно это касается застройщиков, кто внимательно слушал, кто был на комитетах вчера, там на фракции были, все знают инициативу, которую мы выдвигали. Спасибо, что вы приняли ее безболезненно, хотя разные акривотолки ходили в этом плане. Поверьте мне, кто-то через 10-20-30 лет скажет спасибо, что вы этим составом приняли изменение положений. На сессии глава «Анапы» призвал депутатов не оставаться безучастными в ситуации с незаконной застройкой участка на Крымской и Красноармейской. Юрий Поляков заявил, администрация не изменит своей принципиальной позиции. Эта стройка не нужна городу. Конечно, неприятная ситуация происходит у нас на Крымской и Красноармейской, где застройщик Дженгаря. Вот сейчас подготовили иски, подготовили все, отменили ему это разрешение на реконструкцию, все, он берет, переоформляет на юрлицо все. Понимаете, мы с этого суда сейчас перетекаем в следующий суд, в арбитражный. То есть начинается вот это, мышиная возня. У меня вопрос тогда, вот вы все депутаты здесь сидите, общественность надо тогда напрягать это все. Нужно нам это там или не нужно? Нам это не нужно там, надо там сквер, фонтан сделать, что угодно. В городе мало таких зон, поверьте мне. И сегодня представителю застройщика вручили копию постановления об отмене разрешения на строительство. Работы там уже начались. Водителю машины, которая подвезла бетон для фундамента, выписали штраф. Сотрудники ДПС остановили технику после выезда со стройки за езду по тротуару. Штраф за данное нарушение правил дорожного движения составляет 2000 рублей. Документы передадут в суд. Как пояснили полицейские, в таких случаях необходимо обозначить выезд пути обхода для пешеходов, согласовав маршрут из городской администрации. Сегодня же специалисты муниципального контроля вручили копии постановления городской администрации об отмене разрешения на строительство. Предприниматель пытается вести стройку незаконно. Любые строительные работы на этой земле ему придется согласовывать с администрацией. Но положительное решение он вряд ли получит. Позиция главы города однозначно. Хватит коммерческих объектов в центре города. На этом месте должны быть остановочный павильон и зеленая зона. В этом мэра поддерживают общественность и городские депутаты. Администрация подала еще один судебный иск с требованием запретить любые действия на данном участке. Как подчеркнуть уникальность каждого курорта Краснодарского края и придать новый импульс в их продвижении? Об этом говорили первые лица на дискуссионной площадке в рамках 25-й специализированной международной туристской выставки «Анапа. Самое яркое солнце России». Круглый стол провел министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Христофор Константиниди. Глава «Анапы» Юрий Поляков стал участником делового общения. В чем смысл так называемого территориального брондирования? С обсуждения первопричин началась работа круглого стола. Мы понимаем сегодня с вами прекрасно, что курорты Краснодарского края очень разнородны. И помимо того, что позиционировать в целом это правильно и нужно, в рамках этого зонтичного бренда для нас очень важно позиционирование отдельных территорий. Почему? Потому что сегодня нет универсального потребителя наших курортов. Потребности очень четко структурированы, они очень сегментированы. И разным группам, разным сегментам нужен разный продукт. Разная картинка, разный фон, разная ценовая политика интересует разный вид отдыха. С 2016 года несколько пилотных территорий под эгидой министерства занялись разработкой брендбука. В их числе и «Анапа». Глава города-курорта отметил, внедрять новый бренд будут постепенно. Я не говорю о том, что сегодня это касается только санаторно-курортной отрасли. Это прежде всего и общественное питание, и такси, и жилье, и застройка. Все это будет задействовано в рамках этого брендирования. Чтобы все жители Российской Федерации знали, любой бренд, который он увидит там на кепке, на телевизоре, а на рекламе, все будут знать, что это бренд «Анапы». Министр курортов поддержал такую позицию. Единый бренд должен быть вписан во все сферы жизни курорта. Ведь цель одна – привлечь туристов. Каждый санаторий, каждая гостиница в любом случае делает рекламную продукцию. Но если каждый использовать будет единый символ, как минимум города «Анапы», города «Горячий ключ», то действия муниципалитета будут усилены. И это в конечном итоге должно предприятию выгодно. Если фирменный транспорт будет оформлен в формате курортов, у каждого есть транспорт и легковой, и для трансфертов, и для подвоза продукции, и для много чего другого. Муниципальный транспорт, информация на вокзалах, в аэропортах. Участники дискуссии обменялись мнениями, как заставить бренд работать на территорию, сделать его не декорацией, а реальным инструментом продвижения курортов. Перспективы санаторно-курортного лечения и реабилитации в детских и семейных здравницах Краснодарского края, а также проблемы, с которыми сегодня предстоит бороться курортологам, обсудили в конференц-зале санатория «Дзилуч». Там состоялась 15-я научно-практическая конференция. В этом году конференция юбилейная. По сути, это съезд светил российской медицины. География участников, как всегда, обширна. Санкт-Петербург, Москва, Горячий ключ и другие регионы. Всего в конференции приняли участие более 150 человек. Можно сказать, что именно здесь и сейчас продолжает коваться будущее отечественное курортопологии, являющееся достижением и достоянием и наших земляков, и наших гостей из других регионов. Говорили и о проблемах. В своем докладе президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов привел неутешительные факты. Демографический рост в России начинает снижаться, вызывает тревогу и здоровье молодого поколения. По результатам последнего военного призыва, 56% призывников негодны к воинской службе. Не добавляет оптимизма и общая картина по стране. Из 100% населения абсолютно здоровыми считаются только 20%. По мнению профессора, стратегию медицинского обслуживания необходимо менять. И огромную роль в этом должны сыграть предприятия санаторно-курортного комплекса, которым стоит работать не только на лечение, но и на предупреждение. Мы стараемся все делать, когда человек заболел. Мы его лечим в поликлинике, в клинике, направляем в санаторий. Эту проблему надо посмотреть с другой стороны. И этим в Советском Союзе занимались до 1985 года. Мы занимались, потому что была встроенная система санаторного, курортного оздоровления детей с родителями. Детей. Работающее население прежде всего. Тем более, что для этого есть все условия. Краснодарский край располагает сильнейшей лечебно-оздоровительной базой. И она по здесь в списке передовиков. Тот же Делуч – один из крупнейших санаториев на юге России. Здесь работает около ста квалифицированных врачей, в том числе и самой высокой ученой степени. Санаторий многопрофильный. И современная лечебная база постоянно обновляется. Наш санаторный курорт у Комптик Делуч является флагманом курорта. Кстати говоря, он отмечает свое 30-летие. И те задачи, которые стояли перед ним и 30 лет назад, самая современная диагностика и лечение, она усовершенствована и отвечает как никогда сегодняшнему дню. Когда поколение, которое сейчас работает, трудится, практически имеет 2-3 хронических заболевания, и реабилитация и возможности нашего курорта, использование природных и лечебных факторов, нужно как никогда. Санаторный курортный комплекс вообще является брендом Анапы и самым главным достижением. Поэтому его нужно поддерживать, развивать, актуализировать и приспосабливать к сегодняшнему дню. Развитию отрасли способствуют в том числе и такие конференции. Это уникальная возможность для ученых и врачей-курортологов обменяться опытом, наблюдениями и планами. А сочетание практики с наукой внушает веру в будущее медицинской курортологии и лечебного туризма в Анапе и Краснодарском крае. Руслан Душевский, Анапа-регион. Одно из ведущих образовательных учреждений города-курорта отмечает 25 лет. Здесь готовят гуманитарии в 21 века, людей творческих и разносторонних. Наши корреспонденты побеседовали с педагогами, а также с выпускниками, будущими и нынешними, о том, что в гимназии называют эстетизацией гуманитарного образования. Объятия, поздравления, фотографии на память. Авроре четверть века. В гости пришли выпускники разных лет, просто друзья. В муниципалитете говорят о гимназии как об уникальном учреждении. Уникальный коллектив педагогический тут собран. Нет и кучки кадров, но, тем не менее, есть и основа коллектива, так скажем, старожилы, но и молодые, молодые учителя. Уникальная атмосфера. Когда заходишь в это учреждение, действительно видно, что это дом. Дом для учеников, дом для учителей. То место, куда хочется приходить. Евгения Шанько вспоминает ту самую семейную атмосферу посиделки во внеурочное время. Лепку из глины. Это был один из первых наборов. В классе всего 9 человек могли уместиться на одном диване. Сегодня в гимназии 430 учеников. А Евгения – режиссер в трех танцевальных коллективах, которые базируются в городском театре. По ее словам, главное, что дала ей гимназия – это кругозор. Режиссер – это та профессия, которой нужно уметь все. Если ты будешь снимать фильм о медицине, ты должен знать медицину. Если ты будешь снимать о танце, ты должен о танце. И мне гимназия дала этот момент в моей профессии, что я понимаю, что если ты чем-то занимаешься, нужно знать хорошо все, с самых корней. Эстетизация гуманитарного образования. Так в трех словах в гимназии формулируют концепцию. Выставка работ – это одна из ее частей. Если по литературе проходят произведения, то его не просто читают, а ставят фрагменты в драм-кружках, пишут картины по мотивам или на близкие темы. Человек третьего тысячелетия должен владеть информационными технологиями, при этом оставаться человеком. Богинский Дмитрий Павлович, так он себя отрекомендовал, носит белый шарф. Идею предложил классный руководитель. Сегодня у десятиклассников есть ощущение клуба и готовность передать традиции тем, кто придет следом за ними. Джентльмен, он не только, который шарф оденет, он внутри джентльмена, он должен наступать девочкам, помогать. И те, кто одевают сегодня этот шарф, это не просто люди какие-то, а это уже настоящие джентльмены. Гимназия – региональная площадка для стажировки учителей русского языка в рамках федеральной целевой программы. В минувшем году учреждение заняло первое место в краевом рейтинге. Для нас это почет, и самое главное – это большой труд моих коллег, и я это очень ценю. Для этого только кропотливый труд и профессионализм учителя, я считаю. И, конечно, трудолюбие наших детей, безусловно. Среди текущих задач – выходить на уровень страны, чтобы ученики занимали места на всероссийских олимпиадах, педагоги побеждали на отраслевых конкурсах, а сама гимназия вошла в пятерку лучших учреждений России. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Анапа снова в топе самых популярных направлений. Февральские выходные, приуроченные ко Дню Защитника Отечества, многие россияне планируют провести на нашем курорте. Топ-10 городов воинской славы для путешествий на 23 февраля определил российский сервис аренды жилья «Твилру». Кроме Анапы, в список вошли Петрозаводск, Псков, Дмитров, Тверь, Воронеж, Белгород, Туапсе, Орел и Елец. Рейтинг составлен по данным бронеотелей, квартир и домов с 23 по 25 февраля. Напомним, День Защитника Отечества в городах воинской славы проходит по-особому празднично, с множеством патриотических мероприятий и салютом. Далее информация о партнере программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапа-регион.ру Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин